70 миллионов евро необходимо для рекультивации радиоактивных хвостохранилищ в Центральной Азии. Об этом в Бишкеке заявила депутат Европарламента Мишель Ревази на конференции, посвященной урановым наследию региона. По мнению европейского политика, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан в первую очередь подвержены риску заражения местной экологией из-за природных катаклизмов, которые могут разрушить захоронение отходов ядерной промышленности. Наш собственный корреспондент Бахат Ширмашев передает из Бишкека. Если мировая общественность не найдет деньги для рекультивации хвостохранилищ в Центральной Азии, то риски их разрушения только возрастут. Европа уже выделила 16 миллионов евро, которые управляются Европейским банком реконструкции и развития и направляются на решение проблем, связанных с урановыми захоронениями. Но нужны еще деньги, чтобы реабилитировать самые опасные. Семь из них в Центральной Азии. По три хвостохранилища в Кыргызстане и Таджикистане, а также одно в Узбекистане. Средства, выделенные Евросоюзом, помогут избежать последствий и улучшить условия жизни на объектах уранового наследия. В связи с глобальным изменением климата, дожди в регионе идут чаще. Они разрушают защитные барьеры. Опасно то, что хвостохранилища расположены рядом с реками, которые протекают по всей Центральной Азии. Евросоюз уже выделил деньги на решение проблемы, однако их недостаточно, чтобы предотвратить катастрофу. Надо признать, что аналитиками были учтены не все моменты. Эксперты пришли к выводу, что на все мероприятия потребуется не 16, а 70 миллионов евро. Только в Кыргызстане насчитывается 92 хвостохранилища и горных отвалов с радиоактивными отходами. Каждое из них внесено в специальный реестр и тщательно отслеживается местным МЧС на предмет разрушения. Где-то рядом протекает река, какие-то находятся в зоне возможного землетрясения, поползня или селя. С годами эти риски возрастают, из-за чего как местные власти, так и международные организации все чаще говорят о необходимости рекультивации потенциально опасных урановых захоронений. Причем сложность в том, что для реабилитации каждого объекта нужен свой проект. Нет единого решения на все проекты сразу. На этом делать надо так, на другом так, на третьем так. Но одно единственное должно быть учтено. Должна быть создана необходимая обеспечивающая структура, которая позволит безопасно выполнить эти работы, как для персонала, который будет работать, так же, как и для населения, которое проживает рядом. Главный враг токсичных хвостохранилищ – время. Чем старее радиоактивные захоронения, тем выше риск их разрушения. Если учитывать, что на выделение Евросоюзом 16 миллионов евро понадобилось два года, то остается только предположить, когда европейские страны найдут еще 70. Чтобы ускорить решение этого вопроса, кыргызские власти намерены в сентябре текущего года вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о роли международного сообщества в предотвращении радиационной угрозы в Центральной Азии. Возможно, глобальный резонанс поможет найти нужные финансовые средства. Бакычер Машев, специально для Хабар-24, Мишкек, Кыргызстан. Продолжение следует...